и поскольку все уже в общем-то начали говорить, общаться, режим общания закончился, я просто предлагаю сказать пару слов о своих каких-то внутренних ощущениях, переживаниях, ну неким образом слегка поделиться своим состоянием сейчас и может быть то что происходило в самом ретрите и мы обычно так зажигаем всю свечку и по кругу ее передаем меня действительно очень порадовала наша команда поскольку так чувствовалась такая запрос внутренний, не размазанность, а ну такое ощущение, что люди работали много всяких штук я вытащил из себя, особенно когда выпал снег да, это был, конечно особенно последние три дня, седьмого, восьмого, девятого также, в общем да, на конец ретрита у меня пришло больше эффекта, чем все дни-то вот этих чисел я бы еще посидел казалось неожиданно легко молчать, мне если честно как-то до сих пор не очень хочется разговаривать вот, ну тоже не сразу с какого-то момента, то есть сначала там просила что-то сказать, но где-то с середины я поняла, что это очень комфортное состояние ну и я понимаю, что результаты они где-то еще там впереди, наверное, основные, а сейчас вот состояние такой потрясающей внутренней тишины, которое, наверное, я в своей жизни просто не помню я вот сегодня сидела на озеро смотрела и я не помню то есть может быть у кого-то там из предков там было такое восприятие природы, такое внутреннее состояние, но это не опыт моей жизни спасибо для меня этот ретрит был, ну просто чудом очень удивительно было, то есть я очень боялась, конечно, что я не справлюсь вот вот а оказалось, что все это было очень весело ну, Марга сказал так, давайте весело было много совершенно невероятных открытий внутренних, таких как ну когда совершенно обычные абсолютно простые вещи дают такие необыкновенные какие-то радостные внутренние переживания ну это правда было просто неожиданно вот вот я себя нашла и поэтому ну конечно это было очень неожиданно и большое тебе много спасибо и отдельное спасибо просто меня вообще твои ретриты поражают тем, что столько любви ощущаешь вот столько заботы она буквально ну я не знаю во всем вот вот только подумайте вот успеешь и вдруг бах вот вот тебе все на блюдечке вот так что спасибо тебе за твою любовь как ко мне пришло состояние наблюдать и регистрировать классно вообще просто я смотрю такая и думаю интересно а что там в следующий момент я буду делать все так за собой ну и как бы целостно видишь ну как бы что звук там да там движение какое-то мысль какая-то и ты так ага вот оно продается как вот вот а сейчас очень такое спокойное спокойное может приемное состояние спасибо тебе мамка всем спасибо большое или спасибо или спасибо у меня всегда показатели было с каким чувством было ну ухожу приезжаю я испытываю полеградность я к вам красиво ну и все понятно что не просто все оказались мне темно я когда прочитал на его паркинге это ее объявление темно это у меня был выбор поехать в Маун в Испанию 35 леонде в море и поехать в Питер снег снег в темноту в голод экстра да до сих пор как бы это толком люди могут не допонять а почему так а почему такие выборы делаются ну вот такие они делаются и самые классные когда потом и они не то что не жалеешь это благодарен себе не то что ты сделал это очень мощный опыт какие-то пазлы стали на места когда я почувствовал свою свой дом и увидел свет иногда для того чтобы увидеть свет нужно закрыть глаза это тот тот требовал благодарен ценам и он возникает именно тогда когда ты ощущаешь себя в сердечке когда ты чувствуешь себя это очень было ценным еще дальше пошел этот свет связался с тем светом это вообще было что-то очень интересно я еще пойду вот и дальше да ну и было ценным то что увидел что эти два я их не чувствовал в общем я получил то зачем я сюда приеду я не буду заниматься я не буду заниматься я не буду заниматься я хочу сказать даже потому что это много очень чувствовать но я почувствовала что для меня в этом было с первых дней очень сильное укоренение вот состояние даже не совсем правильно сказать наблюдателя в состоянии того я не это не просто и и видение как это у меня происходило как происходит и и медитации вот три на разотождествление и дали возможность это и ощутить пережить да и какое-то какое-то действительно что-то шаг сделать еще трансфор трансформироваться в это и каждый день постоянно сыпались всякие подарочки понимание масса хоть ну там конечно все но как бы внутренние вопросы те которые для меня были еще глубже все понимание приходили и внешние вопросы приходил пац какие-то вдруг а это же так надо сделать еще какие-то я не знаю как оно будет но вот на этот момент это были как новые взгляды на старые ситуации они не столько старые они живые скажем сейчас да я как это и для меня важная цена то что вы соединять то что происходит на группе с жизнью и то что во внутреннем происходит с тем как я во вне это проявляют потому что ну одно без другого становится бессмысленно наверное половинчатым спасибо за такое изобилие всего ну в общем-то темный ретрит это практика довольно таки можно даже назвать ее экстремальной и человек который окунулся и прикоснулся к темному ретриту ну дальнейшая жизнь у него как правило меняется довольно таки сильно то что казалось чем-то таким непреодолимым или непонятным как-то все очень быстро разруливается и так подходит на задний план поэтому конечно я тоже очень рад что вы все получили этот опыт прошли кто-то уже там не по первому разу ну вот как бывает красивое очень состояние тишины так же бывает красивое состояние темноты если ее так можно назвать я просто ну честно говоря любовался когда вот сидел вместе с вами в эту темноту вот отсюда просто туда как-то весь перетекаешь растворяешься в ней ну состояние очень комфортное красивое хотя может быть поначалу восприниматься конечно может быть и молд пока он еще беспокоится но тем не менее ты меняешься трансформируешься вот у вас я заметил что у многих как раз после седьмого дня как раз пошли такие ломки уже ваше состояние стало другим то есть семь нива отыгрывали один сценарий такой спокойный если бы вы пошли дальше там тоже было бы много еще интересных всяких вещей но пока в общем-то достаточно и такого из-за кого-то можно пойти дальше особенно конечно был день когда выпал снег действительно и все выходили босиком вчера еще все было в земле и тут уже чуть ли не по колену ну не по колену, но снега было довольно таки много конечно и ощущение что где-то тоже все воспринималось все закрытыми глазами то есть я понимал что вы не видите ни этой белизны то все было белым-белым-бело все в снегу, снег шел хлопьями этими вы ушли в этот ретривт еще у вас ощущение было уже начинающей пробиваться травки наверное вам конечно сложно было представить вот это делом пространства но это как раз тоже такой очень интересный опыт когда не одно и то же, а меняются эти состояния погодные и птицы поют, не поют, то есть когда ты выходишь ночью чувствуешь вот эти низкие вибрации страхов ну я рад что вы все дошли до финала почти все некоторые немножко потянули, но тем не менее это тоже у каждого свой опыт на своем этапе и в таком позитиве причем тоже еще у вас шел отказ от еды, что тоже в общем-то помогает трансформации внутреннего состояния у вас очищалось тело, очищался ум и все это накладывалось я так понимаю, что вам было не совсем легко со всем этим справляться но дело в чем, что когда такие ретриты устраиваешь ну даже с едой, то в еде тогда человек начинает просто искать развлечение какое-то поскольку темный ретризм подразумевает, когда ты полностью переходишь во внутреннее состояние ум и так скорее у вас пытался какие-то развлекухи найти в том, что происходит а если бы была такая довольно-таки вкусная еда там с солью и сахаром ну наверное он бы уже ждал этих моментов ну все, гашу пышки и а пышки и Продолжение следует...